МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков опубликовал в независимой газете практически программную статью под названием «Долгое государство Путина». Я считаю, честно говоря, и Путина, человеком, который был послан судьбой и Господом России, в трудной для России сейчас, для нашей большой общей нации. В нее написал то, что сам назвал путинской системой властвования. Напомнил, что у России было несколько форм государственности. Государство Ивана Третьего, государство Петра Великого, государство Ленина. И сделал вывод, что теперь появилось и встало на ноги государство Путина. И это надолго. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас поймешь. Шеф. Первое. Это государство Ивана Третьего. Второе. Государство Петра Великого. Третье. Государство Ленина. И четвертое. Давайте же с первого раза догадаемся, конечно. И через много лет Россия все еще будет государством Путина. Дополнишь еще немножечко? С удовольствием. Большая политическая машина Путина только набирает обороты, пишет Сурков, и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди. Так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой Республикой де Голе. Турция по-прежнему опирается на идеологию Татюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образцам и ценностям полулегендарных отцов-основателей. Ты знаешь, здесь еще есть такой в какой-то степени библейский, а в какой-то степени советский посыл. Голубчик, вы великий, вы себе уже не принадлежите. Вам ничего не напоминает вот эта фраза, господа, я к слушателям и радиозрителям уже обращаюсь? Это идеология будущего, именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом, так же, как, например, Маркс, не марксист и так далее. Ну, то есть, это не человек, это явление. Это идея. Это глыба, конечно. И напоследок, главные достоинства государства Путина по Суркову. Умение. Евангелие от Луки. Да, конечно, это же программная статья, она и должна быть такой. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно. Это уникальное и главное достоинство государства Путина. Умение слышать и понимать народ. Вы рады? Рады. Тут ведь важно, что понимать. Опять же, важно вернуться к этому глубинному народу, к этому термину, потому что... Голубинному. Голубинному. Ну, не голубинному, а глубинному. Потому что сначала Сурков говорит, ну вот в России существует какая-то элита, которая занимается различными политическими действиями, и есть какой-то глубинный народ, который спрятался далеко в копьях, и до него никому не добраться. Ни с пропагандой, ни с социологическими опросами. Он не прав, разве? Он прав, конечно же. Да, он прав. Но самое-то главное, что вот никому до него не добраться, а Путин-то его понимает. И без всяких опросов чувствует его, ощущает. И вот в этом суть этой государственной машины нового путинского образца. Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, к вам обращаются учителя и работники школы от имени жителей села Аполомники и Сиркульского района муниципаль Омской области. В 21 веке, в веке инновационных технологий, в нашей деревне нет сотовой связи, нет интернет-связи, стоит на месте проблема газификации. С водоснабжением такая же самая история. Питьевой воды в деревне нет, вода подвозная. Дороги ремонтируются по инициативе и засветка, собранные жителями села. Врачи или педжи приезжают из соседнего села нерегулярно. Последней каплей нашего терпения стало сокращение автобусных рейсов до районного центра. Проведенная оптимизация в кавычках Министерством транспорта и инновационных технологий Омской области это меры, которые затрудняют возможность выезда в районный центр работающего населения для решения насущных проблем. Мы живем с тем, что у нас нет газа, нет воды, нет дорог, нет связи, нет должного медицинского обслуживания. Но мы не можем смириться с тем, что нас лишают элементарной возможности выезда из села. Мы шли на выборы и выбирали у вас в надежде на лучшую жизнь. Просим вас, наш президент, не оставить без внимания наше обращение. Всех приветствую, кто собрался здесь на митинг за сильную Россию. Потому что вместе мы команда. Мы команда, да? Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее. Мы сделаем это, да? Весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна. Мы сделаем это, да? Поехали! Главное, по мнению автора статьи, задача всех ветвей российской власти обеспечить, я процитирую, обеспечить доверительное общение и взаимодействие верховного правителя с гражданами. Итак, коллеги, зачем все это сделано? Почему появилась статья и что, собственно, этим Урби и Торби хотел сказать Сурков? Ну, собственно, как ты уже сказал, он написал действительно программную статью, которая прямым текстом объясняет, какими строители путинской вертикали видят Россию 21 века, как в ней должны распределяться роли между правителем и обществом, а также какой должна быть роль России в мире со всеми вытекающими и для России, и для мира возможными последствиями. Напомню легендарный тезис Суркова про суверенную демократию, над которым не стебался только ленивый. Кстати, помните вообще анекдот про суверенную демократию и морскую свинку? И морскую свинку? Да. Что общего у суверенной демократии и морской свинки? Так. Во-первых, она не морская. Во-вторых, она не свинка. В общем, мы можем сколько угодно стебаться, но напоминаю, что автор, собственно, вот до Нью-Йорка доходит не сразу, сейчас скажем. Но на самом деле смех смехом, а последствиями... До Нью-Йорка доходит не сразу, поскольку у вас задержка. Москва технически обеспечивает. Спасибо, Станислав. Да-да-да-да-да, на самом деле Кате здесь ни при чем. Проблема доходит мгновенно, но проблема в том, что мы можем сколько угодно шутить, но если до Нью-Йорка, до Америки и вообще до остального мира дойдет на самом деле суть того месседжа, с которым сейчас выступил Сурков, то, конечно же, это никому не понравится. Потому что, напомню, что именно Сурков являлся одним из идеологов строительства того самого русского мира, и вот суверенная демократия, о которой он говорил, именно к этому привела, который, я имею в виду проект русского мира, привел Россию и в Крым, и на Донбасс. Сурков любит еще цитату Бисмарка о том, что политика пахнет железом и кровью. Эта мысль часто звучала из его уст еще в 2006-2007 годах, то есть до войны с Грузией. Поэтому, скажу так, Сурков из тех путинских помощников, чьи мысли и слова более чем материальны. Если Бог определил народу жить еще какое-то количество веков, то в трудный час он ему посылает тех, кто выводит народ из тупика, из войны, из разорения, из беды. Есть люди, которые не одевают латы дешевого рыцарства и не подстраиваются под жизнь, чтобы воровать и жить на чужом труде, которые пашут и реально меняют жизнь, реально меня, может быть, даже не ставя перед собой таких сверхзадач на начальных этапах. Мне кажется, что таким человеком является раб Божий Владимир, сын Владимира по фамилии Путин, которого мы, я сейчас говорю, от лица тех, кто любит его, уважает его и благодарен Богу за него, за его лидерство в мире и в нашей стране, которые сегодня поздравляют его от всего сердца и говорят «Слава тебе, Господи! Слава тебе!». Бывают периоды, когда Господь дает народам великих вождей, допустим, он дарит, скажем, русским Александра Невского. Допустим, умирает такой человек, люди говорят, что солнце закатилось, как дальше жить. Или там Давид, который был подарен Израилю. Это же вам не Козырев, который сдал все российские интересы и уехал на ранчо в Америке. Там живет за бабки американские и поливает свою страну грязью. То есть такое невозможно. Путин больше никуда не уйдет из России. И Россия никуда не уйдет из Путина. Мы будем вместе. То есть он один из тех, которые не покидают корабль, которые борются за его жизнь и ведут его до тех пор, пока в гавань не войдут. Либо корабль спасется с пассажирами, либо мы будем вместе делить свою судьбу в Пучине. В сегодняшней статье, к примеру, есть такие слова, тоже процитирую. Россия вернулась к своему естественному, единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Еще раз, по мнению Суркова, читая Путина и его команды, единственное возможное состояние России – это постоянно увеличивающаяся и собирающая земли общность народов. Что для вас важнее – расширение России или решение социальных проблем? Решение социальных проблем. Потому что расширение границ сейчас в принципе никому не нужно. Я думаю, что это две взаимосвязанные вещи, которые нельзя отпускать и расслабляться. Здесь и первый вопрос актуален, и второй. Ну, безусловно, преимущество второго вопроса, оно на первом месте. Решение границ – оно совершенно не принципиально, потому что оно не нужно России абсолютно. Да, решение социальных проблем, разумеется, важно, и оно затрагивает каждого человека в нашей стране. Важно решать то, что происходит у нас. Мне кажется, граница – это, так иначе, вторичная, большая территория. Сложно сказать. Наверное, все-таки решение внутренних социальных проблем. Я думаю, что следовало бы все-таки позаботиться о пенсионерах, о детях, ну и обратить внимание все-таки на вопросы материнства. Многие люди зависят от пособий, от прочих вещей. Поэтому, мне кажется, это более важно. Цель любого государства – это обеспечить, в первую очередь, нормальный, достойный уровень жизни человека. Поэтому, вообще, для простого человека границы, да, государства – это какое-то эфемерное понятие, которое, ну, скорее, ну, моей жизни, там, вашей, оно как-то слабо касается. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Да, а потом вы в Москве удивляетесь, коллеги, почему Запад боится. Ну, впрочем, не так. Боится, наверное, не то слово. Опасается России и видит в России угрозу. Коллеги, вам ничего не напоминают вот эти слова, которые только что процитировал Стас? «Союз нерушимый, республик свободных сплотила на веки Великой Руси» и так далее, так далее. Это напомню нашим самым юным зрителям строчки из советского гимна, в которых, по-моему, прекрасно выражена вся суть имперского мессианства, которое никогда и ни к чему хорошему не приводило ни Россию, ни другие государства вроде Германии и Японии, например. И не надо сразу скептически морщиться, коллеги. Стас конкретно мысленно обвиняй меня в некорректных параллелях. Другая цитата, которую привел Т. Тихон, про доверительное общение верховного правителя с гражданами, напоминает, но не мне только, конечно, сегодня это уже отметили многие, но ни много ни мало принцип фюрерства, что ли. Принцип, который был наделен силой закона в Третьем Рейхе. И вот, например, юрист Эрнст Форштроф расшифровал его так. Власть фюрера всеобъемлющая и полная, распространяется на все сферы народной жизни. Она охватывает всех соотечественников, обязанных быть верными и послушными фюреру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это тот случай, когда точно не до шуток. К тому же мы не можем рассматривать эту статью вне общего внутри и внешнеполитического контекста в отрыве от агрессивной, все чаще откровенно милитаристской риторики российских СМИ. И сколько раз мы уже здесь, на РТВА, обсуждали все эти статьи с условным заголовком «Сколько ракет потребуется, чтобы уничтожить США?» Ну, не знаю, как вам, а мне после прочтения всей этой очередной порции промывки мозгов, про особый путь верховного правителя, глубинный народ, про обеспечение связи и доверительного общения, честно стало не по себе. И да, вы еще забыли процитировать слова Суркова про Запад, про то, как там, ну, то есть тут, здесь у меня, все ужасно устроено, потому что на Западе государство манипулирует, подкупает, убивает, про то, как народы Запада все чаще смотрят на Россию, цитата, «в поисках новых способов и образцов существования». Извините. И чем, спрашивается, все это отличается от планов правителей России столетней давности, скажем, не знаю, там, 19-го года, когда мечтали о мировой революции, о том, чтобы народы Запада последовали российскому примеру строительства нового, справедливого, конечно же, мира. Не знаю, эта статья еще один аргумент в пользу того, что правительство США и других стран, наверное, очень разумно и правильно делают, когда рассуждают о российской угрозе, увеличивают военные бюджеты. К сожалению, хоть я и категорически против увеличения любых военных бюджетов, но, тем не менее, повод для этого Москва дает. И вот подобные тексты, это, конечно, опасно. Ну, на самом деле, ничего тут какого-то особенного нет. Надо вообще понимать, кто такой уважаемый мною господин Сурков. Он вместе еще с Касьяновым, с Волошиным был определен Соединенными Штатами как смотрящий за деятельностью Путина еще в далеких, в самом конце 99-й где-то год, то есть в те давние времена. И когда Ельцин проводил Путина, вокруг него была создана система сдержек противовесов и контроля со стороны Соединенных Штатов Америки для того, чтобы Путин не изменил колониальный статус страны прежде всего. Дальше Путину удалось избавиться от Касьянова, отжать Волошина, убрать Гусинского, Ходорковского. Ну, на самом деле, сотни людей он отжал. Но Сурков не смог. И Сурков с ним проработал в этом же качестве внешнеуправляющего в области политики, средств массовой информации. То есть как раз те направления, которые американцы считают в России наиболее важные до последнего времени. Дальше Путину удалось его отжать как агента американского. Но американцы, естественно, своих не бросают и надавили, в том числе пользуясь вопросами, связанными с безопасностью Олимпийских игр. Понятно, что угроза безопасности идет из Грузии, последовательная Осетия, Абхазия, привязанная к этим Чечня вопросом. И заставили его назначить. Но это обычная практика. На оккупированной территории в колонии очень много людей назначается по команде из метрополии. Если ты колония, ты не имеешь права заниматься своей самостоятельной кадровой политикой. И я думаю, что как раз вокруг Путина не один Сурков американский является агентом американского влияния. Я думаю, что вокруг Путина таких очень и очень много. Но это статус, который характерен для любой колонии. Это не является исключением в нашем случае. В этой статье, из того, что там внятно написано, там сказано, что наше государство военно-полицейское. Это его главная функция. Там сказано, что демократия и выборы – это миф, это ложь. Поэтому это абсолютно антиконституционная статья. Я жду, когда прокуратуру, может, его уже задержали. Я на днях разговаривал с парнем, который за лайк получил два года. А здесь говорится, что вся Конституция – это полная фигня. Кто ему дал такое право? На каком основании он это делает? Единственное оправдание, что, во-первых, он говорит, что Путин не знает, что такое путинизм. То есть это не Путин, это Сурков. А во-вторых, его статья вообще не носит научный характер. Это мистика. Там нет ни одного объясненного понятия, но это понятие «глубинный народ». Это аналог понятия «внутренняя партия», которую вел Орвел. Вот он разделил внешнюю, это придумал «внутренний народ», «глубинный народ». Мы все патриоты своей страны. И у нас одна общая забота – судьба России, ее процветание. На самом деле, достаточно честный манифест людоеда. Честный по отношению к Западу, по отношению к тому, что делает Россия. И чего многие на Западе, да и в Украине, к сожалению, тоже стараются не замечать. Там, в этом тексте, рассказывает Сурков о том, как русский рейх ломает шаблоны западного мира, как западный мир устал от своей демократии, и как он тянется сознательно и бессознательно к тому царизму, беспредельной власти, абсолютному подчинению, миссианству, как это видит Путин. Я думаю, что во многом это мировоззрение сурковское, оно присуще Путину, поэтому анализирующим людям стоит на самом деле это прочитать, чтобы просто понять, как они мыслят, и не иметь по этому поводу никаких лишних иллюзий. Там главные мысли, которые присутствуют, это то, что западные демократии себе исчерпали, и сам западный народ, жители западных стран, они сами видят в России то, что они утратили там у себя, видят силу, видят такую как бы из почвы растущую мощь, такую природную, антиглобализм, вопреки тому глобализму, который начал зарождаться в мире, и достаточно близко продвинулся до того времени, когда русский рейх неизвел о себе, как о силе, который потянет человечество в прошлое, и так далее, и так далее. Там есть интересный момент один, где тут Сурков точно прав и абсолютно честен, это то, что я и Аркадий Бабченко, и некоторые другие люди давно объясняют западникам, всяческим либералам левацкого толка, и которые то, чего эти либералы упорно не хотят понимать. Он там сказал, что Путин, и вообще режим Путина, основывается на народе. Его база это глубинный народ, как его называют Сурков, но в каком-то смысле можно перефразировать на пещерный народ, то есть народ, который так и не вышел из первобытного строя, общество, которое продолжает жить в пещере. И единственное, что, конечно, совершенно неправда является, то, что эта пещера должна быть и является мировым мейнстримом. Нет, конечно, это если называть чем-то новым, чем-то особенным, чем-то мессианским житье по стандартам пещеры, и людоедского племени первобытного, то, наверное, это неправда. Это племя ничего, кроме страха, ужаса, смерти и крови принести не может. Вообще такой интеллектуальный подход к власти, к демократии и так далее, он абсолютно маргинальный для нормального мира. И, наверное, еще лет 10 назад никто бы это не воспринял. Как всерьез не воспринимали мюнхенскую речь Путина, я уж не помню, какой это год, но это середина, то ли конец двухтысячных. А сейчас, кстати, об этой речи упоминается руков, стоит об этом поговорить, в том смысле, что идеологи русского рейха, они достаточно откровенно говорят о том, чего они хотят, что планируют, каковы их творческие планы. И, к сожалению, мир этого не слышит и продолжает оставаться в дураках и действительно проигрывает западной демократии по многим пунктам. Там Сурков упоминает и Брексит, и другие всякие вещи. То есть он фактически декларирует и подводит список побед России. Но говорит, что это само западное общество, глядя на Россию, таким становится его потребность. На самом деле нет, конечно, это деньги, грязные нефтяные и газовые деньги, которые тратятся на подкуп политиков, на интернет-троллинг, на Russia Today и прочее оружие, которыми Кремль бьет по западу. Кремль действительно стоящий на базисе своего народа, на базисе народа, которому нужен Путин. Вот чего в статье нет, но то, что я знаю, мне рассказывали люди, которые общались с теми, кто был близок к Кремлевскому двору, тогда, когда проститутка Путина Шрёдер был при власти в Германии. Вот как он-то тоже где-то в середине, в конце 2000-х, не помню точно, или в начале 2000-х, трудно сказать, уже Путин принимал у себя Шрёдера, и идут они где-то там по какому-то городу, и я говорил, рассказывал уже об этом, но повторить это никогда не плохо для понимания. И Путин видит руки, которые к нему тянутся со всех сторон, хотят потрогать фюрера в визге, в возгласе, восхищении и так далее. Тогда Путин сказал Геркарту, Геркар, ты видишь, они хотят царя, им нужен царь. Не ручаюсь, что это точно так было, но потому что потом произошло, и происходило, и происходит, скорее всего, так и было. И мои знакомые не врали, что это такой факт имел место в истории. Я думаю, потом он как-то будет описан. То есть Путин чётко поймал запрос русского общества на фюрера, на величие, на вот это первобытное общество и на силу. И этот культ силы, культ вертикальной власти, культ абсолютного царя, он там с рукой говорит о том, что народ русский воспринимает только царя, а все остальные вот эти бояре и прочее, это только там такие декорации, промежуточные звенья, а демократия вообще России не свойственна. Тут он тоже прав, знает о ком и о чём говорит. В общем, это такой, внутри пещеры, это серьёзный аналитик, который знает своих соплеменников, знает их тайные желания и инстинкты, на которых, собственно, Кремль играет, успешно сыграл. Но проблема в том, что, почему я говорю, что западным аналитикам надо это читать и думать, проблема в том, что Россия действительно вмешалась в западное общество, и действительно это пещерная вот эта мораль, пещерное отношение к демократии, к свободам, полное отрицание фактически свобод, о чём тоже Сурков пишет, совершенно спокойно, что народу это и нужно. Оно заразило часть населения Запада и немалую часть. Недаром, даже в Германии, у меня один знакомый есть, у него есть знакомый психолог немецкий, который говорит, я никогда это не скажу публично, потому что меня запишут в маргиналы и в радикалы, но он говорит, я чувствую, как немцы начали трепетать перед Путиным, перед Россией, и как они находят в нём какие-то отголоски фюрерства, вот этого не кисельного общества, такого демократического, рыхлого, такого, сжатого в кулак общества, и кому-то это многим немцам легло на старые дрожжи, которые, оказывается, где-то там были закопаны на дворе. Но вот он Путин их откапывает тоже, и вот эта пророссийскость Германии, она не только прагматическая реалполитик, но она ещё и ментальная, многим немцам нравится и не трепещут перед русским фюрером, уже не перед своим. Ну и как подтверждение этих слов, кстати, не случайно, я думаю, эта статья вышла именно после того, как Франция с Германией договорились о том, что им нужен Северный поток-2, они будут его добиваться, вопреки мнению Америки, думаю, что это не случайно. Это тоже символично, что сегодня фактически две крупнейшие державы Европы сдаются перед Путиным, открыто предают Украину, Кремль уже начинает угрожать Украине, о том, что он будет на своих условиях с ней иметь дело. И по сути, что нам говорят Германия, Франция, Меркель и Макрон, ну главным образом Меркель. Они говорят о том, что у нас свой интерес есть в обход Украины, Украина наш не главный интерес, и то, что нам противостоит России, ну в общем, неплохо, ребята, но в принципе это ваше дело, а мы будем получать газ вот так по Балтике. Что это значит? Это значит, что, знаете, да, что с нас требовали именских договоренностей и не проявления агрессии, там, максимального сдерживания, сдержанности и сдерживания россиян, но без всяких там попыток что-то сделать военным путем и в Крыму, и на Донбассе. Говоря о том, что им очень важен украинский газ, который идет через Украину, что вся Европа, так сказать, не только не трогайте газопровод, только ничего не надо делать. Оказалось, что газопровод им был ценен, и вся эта риторика про поддержку Украины, она, в общем, фуфловая достаточно, сейчас они получат себе поток туда, прямо в Вену, не в город Вену, а в вот эту западную систему удовольствий, и политика может радикально измениться по отношению к Украине, и, к сожалению, к этому надо быть тоже готовым. Это не повод там падать на спину и воздевать руки к небу, но понимать, что происходит, нужно. Понятно, что Америка никак не сможет на это повлиять, уже остановить, потому что Трамп это фактически агент Путина, подчиненный Путина, и не знаю, что там может Конгресс, я думаю, что не очень много на самом деле, в итоге там своих проблем внутри Америки хватает, и президент безвольный абсолютно бороться с Путиным, и не желающий с ним бороться, подчиненный Путину, вряд ли что-то сделает, кроме болтовни и тех, в общем, правильных слов, которые он говорил. И все, скорее всего, останется так, как есть. Я говорю европейцам, ну, молодцы, вы себе такого троянского коня в лице этого потока, в виде этого потока затащили, что потом вы будете у Путина спрашивать еще, можно ли вам проплыть из Гамбурга в Стокгольм на пароме, потому что я думаю, что поток этот создан для двух вещей, для экономики понятно, русский рейх должен быть накачан деньгами, и Франция, и Германия, и другие страны Европы признатой стать спонсором усилений, в том числе военного русского рейха. А у Путина свой интерес, он засовывает эту руку, как бы, вот туда, в эту кишку европейскую, а потом там что-нибудь случится, если европейцы попробуют отказаться от этого потока, когда-то, через сколько-то лет, или, ну, он устроит пару терактов, взорвет там где-нибудь эту трубу, объявит это актом украинского какого-нибудь терроризма, и весь флот свой, Балтийский, Северный, выстроит вдоль этого потока и будет указывать жильям Европы, где им плавать, где не плавать, а где строим ходить, а где, и как его слушать нужно. Ну, есть троянский конь серьезный, рука это по самые помидоры в Европе вставлена, они то ли не понимают, то ли куплены, но закончится тем, что я сказал, я вообще на 100% уверен. Кроме того, это, вот он выводит таким образом Украину из этой вот структуры поставок, ну, пытается вывезти окончательно, или подчинить ее на кабальных условиях этой структуры в зависимости Европы от русского газа и нефти. Потом он, конечно же, аннексирует, аншлюсирует Белоруссию, Белорусь, если кому угодно, но просто нынешняя Белорусь, она государством является Белоруссия, советским государством, подчиненным России полностью. Вот, а потом Украину будут обкладывать всяческими условиями, Запад будет дергаться, знаете, как в фильме, вот, Кавказская пленница, вице между Никульным и Брыгуновым дергался посреди дороги. Вот, и так он, Запад будет дергаться, не знает, что делать. Вот, и, на самом деле, это грандиозное предательство вообще принципов демократии, предательство Украины со стороны Запада. Не знаю, что будет дальше, но пока дела обстоят очень плохо и полностью развязывают руки Путину. И это статья Суркова, где он открыто говорит Западу, что Запад, ты проиграл, что мы будем дальше творить, что хотите, это надолго. Это такая, в общем, декларация победителей, в их понимании. На данный момент, к сожалению, это выглядит именно так. Субтитры создавал DimaTorzok